Наталья Стёпина 13 лет на социальной службе. Искала работу после декрета. Остановила свой выбор на этой профессии и с тех пор ни разу не пожалела. Помогать людям, как оказалось, её призвание. Работа оказалась по душе. То есть я очень люблю людей, и эта работа мне нравится. Делать что-то полезное, необходимое, оказывать помощь людям. Самарских соцработников с их профессиональным праздником 8 июня поздравили их младшие коллеги. Волонтёры подарили цветы и торт. Некоторые мечтают в будущем тоже устроиться на работу в соцзащиту. В период пандемии они проходят хорошую практику, помогая соцработникам ухаживать за нуждающимися. Это достаточно трудоёмкий процесс, который требует достаточного терпения и, можно сказать, такого, не знаю, мужества, что ли, чтобы вот так вот самоотверженно к этому всему относиться и беспрекословно выполнять все эти поставленные задачи. К каждому само собой мы пытаемся найти какой-то особенный подход. Где-то успокоить, где-то как-то настроить на лучшее. Скромный праздник прошёл в Центре социального обслуживания населения Центральной. В нём пять отделений. Железнодорожная, Октябрьская, Куйбышевская, Самарская и Ленинская. На попечение 71-го соцработника Ленинского района 769 пенсионеров и инвалидов. В период пандемии, естественно, работа осложнилась тем, что на данный момент наши обслуживаемые получатели социальных услуг не выходят совсем из дома. Теперь всё это легло на плечи социальных работников. Конечно, стало гораздо труднее. И работа волонтёров – это огромная помощь. В России День социального работника отмечают 8 июня. Праздник установлен приказом президента в 2000 году. Дату выбрали не случайно. В этот день, в 1701 году, Пётр Великий издал указ о создании государственной системы социальной защиты. За 300 с лишним лет труд социальных работников по-прежнему востребован. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Спасибо.